Об основных направлениях экономической и социальной политики предоставляется губернатор области... Уважаемые депутаты, коллеги, я обращаюсь к вам с отчетом о результатах деятельности администрации за 2010 год и посланием губернатора областной думы. Такая форма диалога позволит нам проанализировать итоги и выработать план совместных действий по дальнейшему развитию региона. Говоря о итогах 2010 года, можно с уверенностью сказать, что большинство из намеченного было выполнено. Обеспечена положительная динамика по большинству показателей экономического и социального развития области. По этому направлению результаты оказались выше, чем в Российской Федерации. Остановлюсь на основных экономических показателях. Главой региональный продукт составил 134,5 миллиарда рублей с ростом в сопоставимых ценах 5,8%, что на 2% выше темпа роста по стране. Для жизни рядовых новгородцев эти цифры, эти проценты, индексы, они что означают? Основная составляющая сегодня тех финансовых ресурсов, которые мы имеем в областном бюджете, это те налоги, которые мы собираем на территории области. Налоги прямо пропорционально собираем главному региональному продукту. Чем больше произведем, чем больше за это производство заплатим заработные платы, чем больше заработают те, кто работает, компании, организации, прибыли, тем больше они заплатят в областной, естественно, федеральный частичный бюджет платят и в местные бюджеты. Чем больше денег мы соберем, тем больше дадим возможности направить их на здравоохранение, на образование, на зарплату бюджетникам, на дороги, на газификацию, на те проблемы, которые сегодня для области очень нужны. Вот мы начинали бюджет, у нас был 12 миллионов, миллиардов, извините, сейчас он доходит уже до 25 миллиардов, естественно, цифра улучшилась и, естественно, у нас получились резервы, которые дают возможность нам. Вот сегодня мы видим, например, был я недавно в Любытино, увидели, что много лет, десятилетий в Любытино нет центральной районной больницы, она за Рубино находится, 12 километров от Любытино и, в общем-то, не в очень хорошем состоянии. Учитывая, что расположено на разных местах, врачи там с неудовольствием работают и в результате целая накопилась проблема для жителей Любытинского района, показания им медицинской помощи. Квалифицированной, хорошей, нормальной техникой. 28 февраля глава региона посетил Любытинский район. Основными пунктами визита стали местная общеобразовательная школа и центральная районная больница, расположенная в поселке Зарубино. Обустройство новой прачечной и пищеблока произвели благоприятное впечатление. Палаты в стационаре тоже соответствуют современным требованиям. А вот по качеству услуг и обеспеченности персоналом Зарубинская ЦРБ действительно пока в числе отстающих. Новые кадры в эти стены не едут. Задача жителей, которые до меня, когда губернатора доводят, нужно построить центральную районную больницу в Любытине. Это примерно 150-200 миллионов. Где их взять? Это целиком наша проблема, причем даже не областная, она проблема районная. Ну естественно в районе таких денег нет и не было никогда. Значит все ждали, когда дядя придет и построит. Вот мы сегодня имеем возможность сказать, построим, в этом году начнем строить, в следующем году закончим. Все. Вопрос Любытина, я думаю, на ближайшие 10-15 лет после строительства по здравоохранению мы решим. Будет хорошая больница, укомплектуем ее хорошей техникой, пригласим хороших врачей. И люди, наверное, в Любытинске заслужили, чтобы у них было нормальное медицинское обслуживание. Мы этот вопрос решаем. Решается второй вопрос, например, в той же Акуловке. То же самое. Там долгие годы строилось, не могла построиться хирургический корпус районной больницы. Вот деньги сейчас собрали, начали строить. В течение года были проведены реконструкции стационарных отделений областной взрослой и детской клинических больниц. Открыты два центра здоровья в Великом Новгороде и Боровичах. Завершен ремонт помещений и перевод на новые площади Валдайского наркологического диспансера. Результатом этой большой работы стало некоторое улучшение демографической ситуации в регионе. В расчете на тысячу человек населения число родившихся относительно 2009 года увеличилось на 1,8%. Коэффициент рождаемости составил максимальное значение за последние 20 лет. Одним из основных событий в сфере здравоохранения стало открытие второй очереди областного онкологического диспансера. Пущены в эксплуатацию четыре стационарных отделения на 100 коек. Отделение реанимации с апроблоком, диагностическое отделение, оснащенное самым современным медицинским оборудованием. Уникальная система подачи стерильного воздуха в операционные гистологические лаборатории. Здесь дают определение опухоли для хирурга буквально за пять минут, пока больной еще на столе. Томограф последнего поколения. В день открытия второй очереди онкоцентра уже решается вопрос о завершении третий. Нужен еще миллиард. По спорту, то же самое по спорту. Ведь что доходило до парадоксов, когда мы не могли, просто-напросто не могли даже проект сделать. И сегодня как нам Министерство спорта говорит? Дайте проект прежде всего. Проект одного грибного центра 10 миллионов рублей, другого грибного центра здесь в Новгороде примерно 50 миллионов рублей. Их не было, этих денег, нам спроектировать нечего было. Вот сейчас мы в этом году начинаем уже серьезно заниматься проектированием. На следующий год начнем строительство ряда спортивных объектов. В этом году продолжим строим вторую очередь спортивного комплекса. Борис Грызлов и первую очередь Ледового дворца оценил на отлично. После арены для фигурного катания и хоккея будут введены спортзал, бассейн, гостиница. Такой комплекс будет на болоте, на том месте, где мы вам показывали, вот здесь. А тут вот он нарисован, как он будет это все вмонтирован вообще в городскую пейзаж. Проект замечательный. И когда строительство реализации? Ну, мы планируем. Когда будут деньги. Сегодня мы видим Ледовую арену, это дворец спорта. Мы видим проект развития этой территории. Это и строительство бассейна, и строительство многофункционального комплекса для спортивных игр. Мы видим возможность здесь и создания большого торгового центра. Это место, куда привлекаются молодые, пожилые люди всех возрастов. Деньги появились, стали эти деньги включать. Но задачи стоят еще более грандиозные. Я на думе сказал об этом. Нам для того, чтобы сегодня дороги привезти в нормальное состояние, нужно 22 миллиарда рублей. Для того, чтобы нам воду решить полностью на территории всей области, сделать нормальные источники водоснабжения, нужно 11 миллиардов рублей. Для того, чтобы газ провести во всю область, нам нужно 30 миллиардов рублей. Вот получается 62 миллиарда рублей. Где эти деньги взять? Это целиком задача областной и муниципальных властей. Значит, нам надо эти деньги заработать. Отсюда и задача, которую мы ставим. Главу региональной продукции. Консолидированный бюджет области выполнен с темпом роста 8,1%, что позволило исполнить нам все социальные обязательства. Реально располагаемые денежные доходы населения выросли на 7,2%. Это выше, чем в России. В России показатели 4,3%. Заработная плата на 12,3% это тоже выше, чем в Российской Федерации. Напомню, что еще в 2007 году доля населения с доходами ниже прожившего минимума составляла 20,3%. В 2010 году она уменьшила до 15,5%. В течение всего года уровень безработицы в области был значительно ниже, чем в Российской Федерации. На конец года он составил 1,5%. И сегодня в области отсутствуют напряженные стороны труда. Число вакансий на 7,5% выше, чем число зарегистрированных безработных. Эти показатели говорят о реализации полномерной инвестиционной политики, социальных программ и об относительном улучшении качества жизни населения области. Среди наиболее значимых событий, которые произошли в социально-экономическом развитии области, я бы отметил следующее. Рост валового регионального продукта произошел за счет выпуска промышленной и сельскохозяйственной продукции, а не за счет продажи сольевых ресурсов. Основная составляющая экономики промышленность дает 33% валового регионального продукта. Хороших показателей нам удалось достичь в развитии металлургического производства 138%, в деревообрабатывающем комплексе 133%, в производстве пищевых продуктов 110%. В сельском хозяйстве удалось достичь рекордных показателей. Объем производства мяса превысил 100 тысяч тонн, 165% к уровню 2009 года. Лавой сбор картофеля составил 217 тысяч тонн, овощей 76, лавой сбор земна 15,8 тысяч тонн. Это соответственно 33, 9,5% выше уровня 2009 года. Я хочу напомнить, что в этом году в стране было засухо общий урожай из зерновых и картофеля значительно ниже, чем 2009 года. Лавой сбор составил 2075 тонн, это на 17% выше прошлого года и лучший показатель за последние 17 лет. Одним из направлений, обеспечивающих реализацию местной сельскохозяйственной продукции, формирование доступных цен, создание условий для занятости населения является развитие рыночной торговли. Существуют такие показатели, выработка лавой продукции региональной на одного человека. Вот у нас она в области составляет 210 тысяч рублей на одного человека. В целом по стране она несколько выше. Но если по районам посмотреть, то в некоторых районах она составляет 40, 50, 60, 70 тысяч. То есть люди и вырабатывают и меньше, эффективность их труда настолько мала, что они получают и низкую заработную плату, и тот, на кого они работают, не может налоги в должном объеме платить для того, чтобы содержать всю социальную, природную инфраструктуру области. Вот это задача, задача номер один, поэтому мы ее ставим. Дальше, чтобы развивать эту задачу, мы смотрим, какие сектора экономики наиболее перспективны. Что может более перспективно развиваться сегодня у нас? Какие отрасли? Химия? Да. Необходимо Акрон еще более загрузить, потому что это высокотехнологичное, очень высокопроизводительное производство, с высокой заработной платой, и самое главное, с высоким уровнем добавленной стоимости. Как можно загрузить Акрон? Это уже уровень правительства, руководства и собственников Акроны, ну и руководство области. То, что мы решаем сегодня, занимается и помогает нам Владимир Владимирович Путин, создать вертикально интегрированную компанию, чтобы Акрон имел свои ресурсы для производства удобрений. Это даст возможность загрузить его на более большую мощность и, естественно, еще больше создать продукцию. Вот задача решаемая. Второе, производство электроэнергии. Монтаж системы, подведение всех необходимых коммуникаций практически завершены. Наша область еще никогда не была энергопроизводящей. Но, похоже, в ближайшие 2-3 месяца мы сможем не только удовлетворить собственный энергодефицит, но и поставлять электричество на продажу. В Новгороде планируется запуск парогазового блока. Объем инвестиций – 4 миллиарда рублей. Прибыль тоже велика – до 5 миллионов ежедневно. Новая технология позволит снизить себестоимость энергии на третье, а значит, обеспечить реальную ценовую конкуренцию на рынке. Наша задача – развивать на комплекте промышленный потенциал и получить в 2011 году индекс роста промышленного производства не ниже 8%. При этом нам необходимо обеспечить приростом РП в электроэнергетике не менее 1,3 миллиарда рублей. И стемпы просто – 119%. Это достигается за счет увеличения мощности Новгородской ТЭС со 190 мегаватт до 400 мегаватт и увеличения объема выработки в 2 раза. Мы начнем строительство в этом году под станцией напряжением 330 кВт ручьи в Чудовском районе для обеспечения электроэнергии, создаваемой комплексной промышленно-могистической зоной в Чудовском районе. И очень радуюсь, что все строительство и все инвестиционные ресурсы будут привлечены за счет средств федеральной сетевой компании общий объем инвестиций по этому проекту составит более 4,5 миллиардов рублей. Вложенные затраты дадут возможность нам развернуть инвестиционные площадки. Это особенно важно в условиях перехода на свободный рынок поставки электроэнергии. Сегодня это актуально для всей страны. И обеспечение собственной электроэнергии я ставлю сегодня на первое место в планах развития области. Мы должны также продолжить работу по увеличению добычи полезных ископаемых, обеспечить темпы роста не ниже 110% в этом секторе экономики. Он отстает на нас в последние годы. И это одна из главных задач, которые сегодня мы ставим перед нашими промышленниками. В дальнейшем развитию химической промышленности будет способствовать созданию вертикально интегрированной структуры акционерного общества «Окром». На наш взгляд, это позволит увеличить мощность этого предприятия, обеспечить независимость от поставщиков сырья, стабильность работы, стабильность коллектива, которая очень важна сегодня для экономики области, потому что 19% плавного продукта создается именно на этом предприятии. В деле порабатывающей отрасли мы ставим задачу комплексного использования сосеки, доведение уровня ее освоения с 38% до 50% в ближайшие годы, прежде всего за счет создания новых мощностей, лесопиления, лесопереработки и вовлечения новых компаний в развитие и освоение лесной промышленности на территории области. Сельское хозяйство. Видим, что оно идет, что сектор этот не занят сегодня. И мясо птицы, и мясо свинины, и молоко, и растеневодство, наши овощи, картофель. Объем сельскохозяйственного производства увеличился на 28,3%, в то время как по России отмечается снижение этого показателя почти на 12%. По темпам роста этого показателя мы заняли в стране первое место. Вот сегодня занимаемся активным медом, активно занимаемся фруктами. Вот в Старой Руси несколько уже сейчас садовых участков таких больших делаем. Переработка яблок в этом году, надеюсь, начнется. Потому что есть рынок хороший. Рядом Санкт-Петербург ему никто не поставит, Мурманскую область ему не поставит. Финны, если будут поставлять, это уже за границей сегодня. Надо это прекращать, нам кормить заграничного крестьянина. Значит, нам сама судьба, находясь рядом с таким огромным мегаполисом, предположила, что мы должны ориентироваться на его рынок. Центр Санкт-Петербурга. В мае 2010-го на Невском проспекте развернулась ярмарка новгородской продукции. Наши крестьяне и переработчики в своих палатках едва успевали обслуживать покупателей. Колбаса хорошая, рыба хорошая, грибочки там. Все очень симпатично. Квасику попили, отличный квас. Петербург полюбит продукцию, потому что действительно натурально. Это видно сразу. Здесь можно и попробовать, и убедиться в этом. И, конечно, очень важно сотрудничество между соседями. Петербург никогда себя сам не прокормит. Это очевидно с точки зрения сельского хозяйства. Поэтому вот такие проведения дней мы, конечно, полностью приветствуем. Губернаторы Митина и Твиенко подписали соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Теперь дело за бизнесменами, законотворцами, учеными и другими участниками большой стратегической компании, которая уже сегодня рисует вполне реальные перспективы. О самых ближайших планах загрузить рынок северной столицы не только нашими фруктами, и распасованными в батецком медом, но и, в первую очередь, картофелем. Пока мы основной ориентир делаем на Санкт-Петербург. Рынок очень большой там, не загружен. Сейчас там продается финская в основном и израильская картошечка. По цене доходит до 70 рублей. Думаю, что есть все предпосылки эту нишу занять нашей новгородской картофелем. Новгородским картофелем. И это очень выгодно будет для наших селян. Почва у нас нормальная. Семенами мы обеспечим. Вот технику будем показывать. Технологию, все средства защиты растений тоже будем обеспечивать. Сейчас надо только работать и выращивать. Если мы за этот период времени, примерно до августа, найдем инвестора, который придет сюда с уже переработкой картофеля, то это будет тоже очень хорошо. Ну, пока у нас такого проекта реального нет. Есть только желание найти, чем мы сейчас и занимаемся очень активно. Если не найдем, то думаю, что тот картофель, что мы вырастим, мы его очень хорошо и выгодно продадим на рынках Санкт-Петербурга. Сегодня это очень выгодно. Высокая рентабельность. Урожайность у нас очень хорошая. Вполне доказали, что 300 центнеров можно с гектара получать на наших землях. Надо работать. Надо работать. А работать очень усиленно. Мы будем в этом помогать всячески. Открыли предприятие по упаковке меда в Батецком районе. Тоже 5000 тонн меда готовы взять. Мед привозят сегодня из разных государств, не только даже. Ну, я не пробовал, откровенно говоря, но думаю, что неплохой. Привозят не только из различных субъектов Российской Федерации, но и из разных государств. Поэтому, наверное, уже совершенно всем понятно, что этот мед большую часть должны мы производить на территории Новгородской области. Я поставил такие задачи. Буквально, думаю, через неделю мы начнем целый цикл лекций, которые будут проходить и здесь, в областном центре. В каждом районном центре должны пройти такие лекции, где специалисты по производству меда и картошки, те специалисты, которые будут и потреблять этот мед, и этот картофель у крестьян и у селян, они должны будут встречаться со всем активом, со всеми жителями районных центров и рассказывать им, как будет вся эта работа система. Областная система по поддержке производства меда и производства картофеля на территории Новгородской области. Торговля сегодня – это одно из ведущих мест в экономике области. Ее доля в главном региональном продукте составляет свыше 15%. Кроме того, эта отрасль значима для населения. Это наличие товаров и качество, ценовая доступность – это все обеспечивает именно торговля. Работа в данном направлении позволила нам в стекшем году сдержать рост цен на продовольственные товары в области, и сегодня он ниже, чем в целом по Российской Федерации. А по итогам года и на сегодняшний день наша область по уровню розничных цен занимает первую позицию в Северо-Западном федеральном округе на самые дешевые социально значимые продовольственные товары. Торговля – это тот же предприятие. На нем работают такие же люди, заработную плату получаем, и, главное, даем возможность нашим жителям и хорошие продукты, питание свежее, качественное, и товары – предметы первой необходимости. Значит, у нас тоже берем в целом по стране. В стране порядка 115 тысяч товарооборот на одного человека, в Новгородской области 93 тысячи, в некоторых районах опять же 40-50. Значит, есть куда расти. Значит, торговля – следующий сектор, который я ставлю в качестве перспективного сектора развития. Услуги, туристические услуги, финансовые услуги, услуги банков, услуги страховых компаний, сегодня информационные услуги. Сегодня это модно, сегодня это популярно, сегодня это нужно очень. Новгород туристический – это Новгород исторический. Аксиома нашла свое подтверждение во время визита в областной центр главы правительства Владимира Путина. К примеру показали самые свежие находки сезона. Среди них берестяные грамоты, печать князя Святослава, сына Ярослава Мудрого, различные средневековые украшения. Затем Владимир Путин спустился в сам котлован раскопа. Здесь, в полевых условиях, под шатром, за чашкой морса, пообщался с археологами. Я считаю, что это очень просто, просто я считаю, что это очень важное направление деятельности. Это то, что дает нам представление о том, кто мы такие. А важнее этого ничего нет. На завершение премьер сам попробовал себя в роли археолога и даже обнаружил часть бересты. Значительных успехов удалось добиться и в жилищном строительстве. Я уже говорил о 250 тысячах квадратных метров жилья. При этом доля индивидуального жилищного строительства в общем объеме ввода жилья возросла в 42 до 54%. В прошлом году в начале восстанавливался рынок ипотечного кредитования. Его объем более чем в полтора раза превысил уровень девятого года. В рамках реализации областной целевой программы ипотечное жилищное кредитование в минувшем году 724 семьи. А это в два с половиной раза выше, чем в предыдущем. Получили кредит на сумму 725 миллионов рублей. И более половины семей это молодые семьи. В регионы успешно исполняется законодательство Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, граждан, подлежащих переселению из-за военного жилого фонда. В Великом Новгороде области субсидия для ветеранов составила 945 тысяч рублей. Расчет прост. Социальный норматив 36 квадратных метров был умножен на среднюю стоимость квадрата в регионе. Этот вполне восточный человек с колоритным и классическим узбекским именем Абдуллахат, по собственному признанию, прекрасно уживается в любом климате. Шесть лет назад Абдулразаков приехал в Новгородскую область. Прибрался к дочкам. Три семьи разместились в двухкомнатной квартире. Сидели буквально друг у друга на головах. Теперь ветеран пьет чай уже на собственной кухне. Вот подбелезы в этой вселенной, да, мне понравилось. Почему? Потому что когда я видал, ходил, да, здесь в магазине предавщицы, очень пьедный народ, вот ученики, ученицы, вот идут, здравствуйте, здравствуйте, очень хорошее население. Не так, как не проходило мимо меня, даже вот переклассники не проходили. Здравствуйте, дед. В течение 2010 года практически все нуждающиеся в улучшении жилищных условий ветераны смогли реализовать свое право. Что касается детей-сирот, то благодаря новым технологиям, в частности, каркасному домостроению, очередников стало меньше в разы. Одним из важных направлений деятельности администрации является обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без обеспечения родителей. В прошлом году жилье получили 210 детей и более 280 человек переселено из аварийного фонда в жилые помещения, отвечающие всем требованиям безопасности. Еще одним приоритетом являлось строительство жилья на селе. В прошлом году введено и приобретено жилые домы в сельской местности общей площадью 8,4 тысячи квадратных метров, и это выше предыдущего года на 27%. Большие вопросы решались по модернизации коммунальной инфраструктуры. На эти цели были направлены более 500 миллионов рублей. Было выполнено строительство артезианских скважин, водопроводных сетей, станций без железа, блокнотных и пилетных котельных тепловых сетей. Уровень газификации области на 1 января этого года составил 52%. В 2008 году этот показатель был 45%. В прошлом году построил 74 километра газопроводов, газифицированных более 2 тысячи квадратных домоводителей, при этом 537 получили компенсацию 50% от затрат на газификацию домоводителей. Всего на цели газификации было израсходно 470 миллионов рублей. Важнейшая проблема – это обеспечение качественной водой жителей области. Из областного бюджета на строительство объектов коммунальной инфраструктуры в прошлом году было направлено в 136 миллионов. Основная часть средств направлялась на строительство артезианских скважин в Боровическом, Маловишевском, Демянском районах, станции обезжелезования в городе Боровичи, в Боровическом районе водопроводных и инфраструктурных сетей в Маловишевском и Хвойнском районах. За счет федеральных и областных средств на общую сумму 374 миллиона рублей построены станции второго подъема в Великом Новгороде. Всего же в областном центре на развитие водопроводных и инфраструктурных хозяйств направлено более 600 миллионов рублей. На проведение капитального ремонта многоквартирных домов привлечены средства в размере 700 миллионов рублей. В результате проведения работ по капитальному ремонту улучшили свои жилищные условия 60 на 1000 человек. Эта зима выявила все проблемы жилищно-коммунальной сферы. В областном центре едва ли не повсеместно текли кровли. Новгородцы негодовали, ведь большинство протечек образовалось на тех объектах, где некоторое время назад проводился капитальный ремонт. Шквал жалоб и обращений, в том числе на блок губернатора, стал поводом для созыва экстренного совещания с работниками коммунальной сферы. Но кроме мер быстрого реагирования, нужно работать на перспективу. Один из превентивных способов – разработка локального градостроительного кодекса. Проектировщики сейчас создают базу допустимых для нашего климата требований к строительству жилья. Но если губернатор уже трижды в течение двух последних лет давал команду у себя крышу отремонтировать, трижды ее ремонтировали, и она продолжает течь, то есть люди просто не умеют это делать. Не умеют это делать, и сама конструкция, также я на свою крышу выходил, значит, и смотрел, и сама конструкция, она не позволяет нормально в нашем климате эксплуатировать. Значит, надо изменять конструкцию, надо менять подход вообще к обучению, квалификации тех людей, которые этим занимаются. Совершенно очевидно, что сделано неправильно, и продолжает делаться неправильно. Значит, неприятно, но надо сказать, нет мастеров или есть, но их очень мало. Значит, надо учить, надо поставить задачу, во-первых, посмотреть еще раз все технические условия, все снипы. Я такую задачу поставил, и думаю, что вот к летнему периоду подойдем, конечно, все уже, я думаю, работают уже люди в этом плане. Дальше учить эти управляющие компании, как это все делать, находить настоящих мастеров, понять, что это такое же сложное, грамотное дело, как раньше, ведь не давали же кому-то попадя, значит, печку сложить на Руси. Ведь так же приходил мастер и знали, ездили за десятки километров, привозили мастера, чтобы сложить печку, привозили мастера, чтобы сделать крышу. Сейчас, значит, вдруг все считают, что вот можно нанять какого-то, понимаешь, человека, там он полупьяный, залез туда, покрыл толью, все будет нормально. Да еще деньги за это получил, государственные. Ничего нормального не будет, если так будет работать. Надо переходить на более высокий уровень уже ответственности, требовательности со всех сторон. Так вместе с этим поднимутся и тарифы вместе с повышением ответственности. Ну, давайте будем смотреть, чтобы это все происходило. Вот я почему, когда я и сказал, когда вот мы выходим на эффективность труда, вот когда мы и говорим, ставим 210 тысяч, вот почему в Новгороде 250 тысяч один человек, значит, вырабатывает в год, а там в каком-то районе он вырабатывает 40-50. Все сразу от этого, вот от этого сразу все исходит. Эффективность его труда, какие условия создали, какая его квалификация, как он может понимать. Или он лопатой землю копает, естественно, много ты не накопаешь. Или ты присылал и пригнал туда современный экскаватор и, значит, за день сделал то, что нужно человеку там простому копать, может быть, месяц. Никуда не денешься, надо понимать это просто. И в этих вопросах мы отстаем, в том числе в вопросах эксплуатации нашего жилищного фонда. Поэтому надо подходить к этому, очень серьезно ставить эту задачу, как не какую-то разовую там. Получили деньги по 185 закону, распределили их там в соответствии с 94 опять федеральным законом. И все, и крыши все стали нормальные, и все же КХ стало нормальным. Не будет так, не будет. И нам надо это понять, и эта зима, это первый сигнал, что этого допускать нельзя. Нужно очень серьезно к этому готовиться. Квалификацию, требования, нормативные документы, контроль на каждом уровне. И тогда изменения будут. По итогам года в бюджет области поступило 23 миллиарда 100 миллионов рублей. В том числе 17 миллиардов 400 миллионов рублей налоговых и неналоговых доходов. По сравнению с предыдущим годом их поступления увеличились на 1,3 миллиарда или на 8,1 процента. При этом я должен сказать, что бюджетная обеспеченность собственными доходами на одного жителя в Новгородской области в прошлом году составила 27 тысяч рублей, что выше, чем в других регионах Российской Федерации. Таких как Псковская, Брянская, Нижегородская, Владимирская, Костромская, Тверская. Расходы консолидированных бюджетов, исполненные в сумме 26,6 миллиарда рублей, темп роста расходов составляет 105,2 процента. Мы обеспечили своевременно финансирование всех публичных обязательств. Более того, расходы на социальные обязательства возросли на 1,3 миллиарда рублей или на 44 процента. Динамичное развитие экономики, обеспечение дальнейшего повышения качества жизни дают ресурс для реализации социальной политики и выполнения обязательств перед жителями. За прошлый год средний размер продовой пенсии по старости увеличился на 27 процентов, составил 8300 рублей. Чрезмерное большое количество муниципалитетов, законодательных органов в этих муниципалитетах создано, и, естественно, сельских поселений, и все это привело к тому, что вот когда мы провели анализ, то у нас оказалось муниципальных служащих вообще больше на простых жителей, чем в любой другой области Российской Федерации. И да, по абсолютным числам, даже в тех областях, где жителей больше и больше значительно, муниципальных служащих меньше. А это, в общем-то, тоже средства, которые мы из бюджета тратим. И когда вот я говорил вам о тех задачах, которые я вижу сегодня основными перед администрацией области, перед жителями, что нам сегодня надо сосредоточить, здравоохранение, дороги, газификация, образование. Вот на что нам нужно основные сегодня средства направить. Надо эти средства где-то найти. Теперь посмотреть, на что мы тратим сегодня бюджет. Да, мы тратим на газификацию, тратим на здравоохранение, тратим на образование, но мы тратим на содержание достаточно большого количества муниципальных чиновников. Раз. Эффект от этого очень маленький. Пример других областей говорит, что там их намного меньше. И основную задачу видим в повышении заработной платы низкооплачиваемым работникам бюджетной сферы. В учреждениях здравоохранения мы планируем ввести дополнительные выплаты молодым специалистам и числа врачей и среднего медперсонала со стажем работы до 3 лет в размере 3 тысяч рублей и полутора тысяч рублей. Соответственно, а также узким специалистам и числа врачей и среднего медперсонала в размере 4 тысяч рублей и 2 тысяч рублей соответственно. Рост заработной платы по данной категории специалистов в курсе 2010 года составит от 28 до 49%. В образовании планируется ввести дополнительные выплаты молодым специалистам и числа учителей. Педагогических работников со стажем работы до 2 лет в размере 2 тысяч рублей. Повысить заработную плату педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений на 2 тысяч рублей. Учителям государственных образовательных учреждений на 2 тысячи 300 рублей. Младших воспитателей дошкольных образовательных учреждений на 700 рублей. Рост заработной платы по данным категориям составит от 14 до 29%. В учреждениях социального обслуживания населения планируем повысить заработную плату медицинскому персоналу, педагогическому персоналу, работникам культуры, общий отраслевым служим и рабочим, имеющим оклады от 2,5 до 3 300 рублей, в среднем на 1 700 рублей, и рост заработной платы по данным категориям составит от 12 до 40%. В муниципальных учреждениях культуры предполагается повысить заработную плату всем работникам на 721 рубль или на 8% к уровню 2010 года. Также предполагается повысить заработную плату работникам областных библиотек, музеев, архивных учреждений в среднем на 2 300 рублей или на 20% к уровню 2010 года. Решение проблемы повышения заработной платы, уже я говорю не только о бюджетниках, это системная, трудная и совместная работа с привлечением трудовой инспекции, налоговых органов, работодателей, общественных организаций, депутатов, средств массовой информации. Огромные задачи в этом плане стоят перед профсоюзами области. Я надеюсь на нашу совместную работу и ставим задачу мы еще больше повысить заработную плату в области, довести ее примерно до 30-35 места по Российской Федерации и полностью считаю, что эта задача нами может быть реализована. Планировано довести уровень заработной платы в экономике до 18 300 рублей и увеличить на 13,7%. Мы сосредоточим усиленность снижения доли населения с доходами ниже проживительного минимума и довести должны этот показатель в этом году до 14%. В апреле 2010 года область полностью перешла на денежную компенсацию некогда натуральных льгот. Речь идет о субсидировании части расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг. 122-й федеральный закон на территории нашего региона шел с большой пробуксовкой. И если федеральные льготники уже несколько лет подряд получают денежные компенсации, то вот льготные категории граждан регионального уровня продолжали пользоваться натуральной формой компенсации. То есть вместо стопроцентной оплаты услуг ЖКХ платили 50 или 30% от их полной стоимости. Эта схема в условиях современного рынка оказалась нежизнеспособной. И теперь льгота поступает на банковский счет нуждающегося гражданина. В этом году собрались ехать в Беларусь в санаторию, так что поедем туда. Вот именно так не скопить, а так скопить. А квартплата выставляется ему в полном объеме. Трудности теперь возникают с определением степени нуждаемости человека. Да, у нас огромное количество пенсионеров в 1,3 области. Да, есть люди, которые получают ниже прожиточного минимума заработную плату. Да, есть люди, попавшие в тяжелое социальное положение, материальное положение, тяжелое. Им помочь, это наша задача. Но раздавать деньги всему населению, причем совершенно бездарно, это, конечно, ошибка сегодня. И мы сегодня, раздавая их людям, тем самым не можем их сосредоточить на тех вот задачах, которых я сказал. Сегодня мы раздаем деньги за то, что платим высокие тарифы по ЖКХ, но в это же время не даем деньги на, например, строительство новых котельных, которые бы могли удешевить сам процесс производства тепла. Сегодня мы раздаем деньги за билеты автобусные, но не даем деньги, чтобы купить, например, новые автобусы, и чтобы нормальная была возможность перевезти людей на нормальном современном автобусе. Мы сегодня раздаем деньги там непонятно по каким причинам, не даем деньги на ремонт дорог, и люди гробятся на своих машинах на этих дорогах. Понимаете? При этом мы напридумывали каких-то своих законов местных, не выполняя федеральные законы. Вот уже к чему приходит сегодня ситуация. То есть мы местный закон там несколько лет назад придумали, по нему платим кому-то помощь, а денег не хватает для того, чтобы федеральный закон выполнять. И вот эта беспропорция, она сегодня уже начинает очень серьезно беспокоить нас, потому что мы видим, что определенно несбалансированное сегодня существует. Как из этого выйти? Очень сложно сегодня. Отобрать у людей деньги, это сегодня самое неблагодарное, такое дело неприятное даже. Никто на это не пойдет, безусловно. Но вот как-то найти нормальный паритет, понимание людей вообще, что сегодня надо сосредоточиться на определенных условиях, которые нужны всему обществу. Ни в чему раздавать деньги сегодня тем, кто, может быть, в них и не нуждается. Вот это очень серьезная проблема. Впервые мы ее озвучили вот на этой думе. Я должен сказать, я видел, что определенный эффект есть. Но надо еще очень много нам работать. И с депутатами, и с этого созыва, и с следующего созыва, и вообще со всеми жителями области. Уважаемые депутаты, коллеги, все, что сделано в минувшем году, это итог нашей общей работы. На протяжении всего года наша совместная деятельность была направлена на то, чтобы оперативно влиять на развитие экономики и социальной сферы области. Я хочу поблагодарить вас, уважаемые депутаты, все фракции областной думы, за конструктивное сотрудничество и уважение позиций друг друга, которые определяют содержание диалога законодательной и исполнительной власти области. В прошлом году в Новгородской думе принято 210 областных законов, внесенные на рассмотрение по рассмотрению органов исполнительной власти. Это 84 от всех принятых законов. Те планы, о которых я рассказал вам, нам также предстоит реализовывать вместе. Необходимо и дальше совершенствовать нормативную базу в интересах тех проблем, которые стоят перед областями. В первую очередь это касается областного законодательства, определяющего порядок оказания социальной помощи. Сегодня нам необходимо принять решение на повышение адресности и эффективности мер социальной поддержки с учетом потребностей в них отдельных категорий градусов. Я должен сказать, что сегодня перед областью стоят очень значительные задачи по доведению стандартов жизни территории области до соответствующих современным, мировым и российским требований. Только на затраты, связанные с строительством и ремонтом дорог, на которые потребуется 21 миллиард рублей, газификацию области 30 миллиардов рублей, работы, связанные с обеспечением жителей области нормальной водой, 11 миллиардов рублей, нам требуется только на эти три направления 62 миллиарда рублей, что значительно выше годовых бюджетов нашей области. В то же время, сегодня мы оказываем достаточно значительную социальную помощь очень большому кругу получателей более 270 тысяч человек. Область несет сегодня чрезвычайную социальную нагрузку, я уже говорил об этой цифре, в 1,6 раза, она выше, чем в среднем по российской федерации. Доля бюджетных средств, направляемых на социальную сферу, остается достаточно высокой, ежегодно увеличивается. В этом году предусмотрено 3,2 миллиарда рублей. Нам необходимо, на наш взгляд, более рационально использовать эти деньги и прежде всего оказывать помощь тем, кто действительно в ней нуждается. Это надо провести огромную работу, которая связана с определением этих категорий людей, с точными мерами точечной поддержки этих людей. Ни в коем случае нельзя не обидеть ни одного человека, но всем нужно понимать, что сегодня задача развития области, те социальные стандарты, тот уровень информированности области требует от нас совершенно других подходов к информированию и распределению средств нашего областного бюджета. Без вашего участия, уважаемые депутаты, эти вопросы нам решить невозможно. Я надеюсь на вашу помощь и поддержку. И, безусловно, нам вместе предстоит эту поднейшую проблему для области решать. Мы должны работать согласованной, единой командой. Мы обязаны быть ответственными перед населением области. Наши действия должны приносить реальный результат. Только так можно достичь реальных результатов к выполнению тех задач, о которых мы сегодня услышали. Благодарю за внимание.